так лучше запишу видеоролик может кому-нибудь пригодится короче вкратце сейчас проанализировал это оказывается два тиристора но я поэтому в трансляции написал также я проанализировал что они в открытом состоянии их пробило то есть причем пробило одинаково значит пробита два ключа не просто так а из-за того что пошла встречка как раз все мои предположения оправдались когда пробита два тиристора и пробиты два ключа соответственно они в коротком замыкании и также сто процентов пробита шинка шинка транзисторы заказано сейчас заказал непосредственно два тиристора здесь стоят 810 800 вольт 10 ампер 400 герц управления короче по идее по идее насколько я могу судить я покупал 1010 это 1000 вольта 10 ампер то есть они по идее подходит но фиг его знает поэтому я заказал непосредственно такие 1010 стоят дешевле они у меня даже где-то мешок их есть но я вряд ли их найду по силу обстоятельств определенных и поэтому я заказал будет наверно месяц эти сейчас спаивать сюда ключи также впаяю шинку ушел к напоминает а вот этот микросхема для тех кто в тонке вот она 8 пин дип корпус поменяю резисторная обвязка здесь вся целая и также заменю выходные ключи под тиристоры ну соответственно оставлю место чтобы потом не забыть потому что месяц опять будет лежать и ждать запчасти у нас в магазине нету их а если есть вот такая вот херовина одна штука стоит 400 500 рублей это трындец просто представьте а в китае там что 350 10 штук это дешевые на самом деле тиристоры это не такие дорогие детали просто цены в магазинах чуть неадекватные поэтому вот я заказал в общем как то так ну кости соответственно останется два ключа я им в пакетик приложу причем они уже с маркером что 11 я поставлю поставлены 22 у которых 600 они получше по емкости и потом когда придут тиристоры тоже еще два штуки добавлю а чтобы у него был комплект на всякий случай напоминаю эта проблема связана непосредственно с импульсом большой величины по 220 по госсети выбила соответственно тиристоры выбила ключи выбила шинку ну это я поэтому предупреждаю когда подобные вещи происходят что это только начало и я надеюсь здесь будет конец у меня видите как чуйка очень хорошо развита по ремонту я знаю в какой стране что и куда дальше копать но это опыт так что к сожалению вот этому вот а если бы например я вот так не стал в таком диапазоне до за три минуты вам большинство людей бы вряд ли точно бы знала что вот именно в такой последовательности потому что это опыт научиться вот так точно знать это именно конкретному случаю относится поэтому я вот это вот стараюсь момент разжевывать сложно на это нужно чтобы обучиться этому время так что вот мол не сверкнет у вас может быть подобная ерунда а если не повезет и не только входные ключи а еще и выходные а еще и вот это вот плата тогда уж проще его выкинуть и купить новый